Публичной критике подвергся новый законопроект о религии во Вьетнаме. Лидеры католических общин в ответ на усилия по повышению прозрачности, предпринимаемые чиновниками, назвали законопроект расширяющим и ужесточающим контроль правительства над церквями. Епископ Хуанг Дык Оанг, который возглавляет одну из старейших католических миссий в Кантуме, утверждает в письме государственным чиновникам, что развитые страны не нуждаются в органах, отвечающих за религию. В другом письме, подписанном почетным епископом Чандхань Чанг и другими, сказано, что абсурдно давать право неверующим устанавливать правила для людей веры. Конституция Вьетнама гарантирует свободу религии. В реальной жизни свобода простирается до той черты, за которой она начинает противоречить интересам большинства. В данном случае воле коммунистической партии. Православие во Вьетнаме представлено приходом Русской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери в городе Вунгтау, где живет и работают несколько сотен русскоязычных сотрудников. О преследованиях православных за веру здесь ничего не известно. Католикам, как правило, также разрешается открыто исповедовать свою веру. Не имеющие официального статуса протестантские организации сталкиваются с жестким контролем и зачастую с жестокими преследованиями. Вьетнам занимает 16 место в списке 50 стран с наивысшим уровнем преследований христиан, который ежегодно публикует благотворительная протестантская организация Open Doors. В 2014 году, по информации правозащитников Open Doors, 10 христиан были приговорены к тюремному заключению, несколько церквей разрушены.